Урал силен, Урал большой, Урал всегда открыт душой, у нас на всех один Урал, Урал Парижа! Круто, Урал! Как говорил небезызвестный герой любимого нами фильма, да, красота-то какая, лепота! А как вы думаете, где же можно полюбоваться такой доступной красотой в Пермском крае? На Белой горе! Добраться до Белогорского монастыря из Перми можно всего лишь проехав 120 километров, из Екатеринбурга 320, а уж из Челябинска 520 километров. И неважно из какого региона вы едете к нам на Белогорский монастырь, на трассе Перми-Екатеринбург на 65-м километре пути вам нужно свернуть направо на село Калинино. Екатеринбург Субтитры создавал DimaTorzok Белогорский монастырь, за сходство с греческой горой, зачастую называют Уральским Афоном. Строительство, длившееся 15 лет, закончилось в 1917 году. Храм проработал еще год, после чего большевики превратили его в дом для инвалидов. Этот собор был выстроен в нео-византийском стиле по образу Владимирского собора в Киеве. Любопытно, что все материалы для строительства этого храма производились здесь же, руками самих монахов. Интересный факт. В то время монастырь был весьма зажиточный. На балансе этого монастыря было очень много земли. Монахи ловили рыбу, добывали мед, засеивали зерновые, разводили скот. В общем, ввели бурную экономическую деятельность. В 1891 году на цесаревича Николая было совершено покушение в Японии. И в связи с чудесным спасением, здесь, на Белой горе, ему поставили семисаженный крест. Так почему же все-таки гора называется Белой? Потому что зимой здесь особенный микроклимат. Очень сильно дует ветер, образуются такие ледяные наросты. И вся гора покрывается инеем, льдом, снегом. И даже эти купола полностью покрыты снегом. И все это выглядит неимоверно красиво. В Белогорском монастыре можно очень вкусно и недорого поесть. Поэтому мы отправляемся в трапезную. Забегая вперед, скажу, что обед на троих с супом, гречей и грузьями в сметане нам обошелся в 250 рублей. А это родник. Раньше здесь просто была труба, выходящая из горы. Ну а теперь вот такое вот милое сооружение, где можно набрать святой воды. Источник на замке, но я подозреваю, что вот здесь вода не менее святая, поэтому можно набрать ее здесь. Ну а внизу купель. Белогорский монастырь – очень доступное место. Туда можно добраться как самому на автомобиле, так и в составе экскурсионной группы на автобусе. Приезжайте сюда, это Пермский край, Урал. Где-то здесь мы спрятали для вас тайник. Кликайте сюда, или если вы смотрите с телефона, ссылка в описании к видео. Удачи в поисках! Чуть Pixчака! Удачи в поисках! Приезжайте сюда! Поисках! Защитка! До скорых ночи! ПОСТВЛЯТВ Chapel П testified, что вы это fans. Как думаете, у меня его фантазия через грязни, что ты видишь? Проверь цифрова через грязани. Продолжение следует...